Ульяновские парламентарии выступили за упрощение получения выплаты на содержание приемных детей. Кроме того, в случае непредставления опекуном справки о прекращении ежемесячной выплаты на ребенка, орган опеки и попечительства сам должен направлять межведомственный запрос в соцзащиту. Во-первых, это идет на упрощение. Не нужно собирать полный пакет, который раньше был более 12 штук. Сейчас всего лишь три. Первое – это заявление. Второе – свидетельство о рождении и разрешении на опекунство. И самое главное, что уменьшаются сроки, на которые получает ответ непосредственно заявитель. Это пять дней. Депутаты считают, что необходимо наладить связь между заявителем, органами опеки и МФЦ. Дело в том, что ранее сотрудники многофункционального центра лишь принимали документы, но были некомпетентны в вопросах правильности их составления. Поэтому депутаты предложили создать при МФЦ окно, в котором можно было бы проверить правильность заполненных документов. Кроме прочих вопросов был рассмотрен еще один достаточно интересный. Можно ли разрешить государственным служащим младшего звена работать дистанционно? Этот вопрос тоже был решен положительно. Работать дома, на отдаленном расстоянии, обязательно дома, да? У которых есть маленькие дети, потому что вопрос и для ясельной группы с полутора до трех лет. А действительно есть люди, которые готовые, и молодые родители, мамы, готовы работать. И это нужно. Действительно, писать пресс-релизы и отчеты, сравнивать цифры и готовить материалы можно везде, где есть компьютер. Причем не в ущерб семье. Несмотря на важность вопросов, поставленных в повестку дня заседания комитета, начать работу было сложно. Это умешала фракция КПРФ. Она долго припиралась на счет повестки дня, потом спорила о терминологии, утвержденной Минюстом России, и просто высказывались на не касающиеся заседания темы. Правовое управление решило. Ну что, теперь они нам будут диктовать, может, еще скажут, приходить или нет. Второй вопрос. Относился вопрос уже когда? С осенью? Подождите, да? Подождите, мы им приедем. Ну и мне это же не то же самое. Не то же самое. Мне интересно, почему с осенью мы рассматриваем вопрос прямых выборов мая. Тем не менее, хоть времени и понадобилось в два раза больше положенного, необходимые вопросы обсудили. Окончательное изменение рассмотрят на заседании областного парламента. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Улл. Правды. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова